Слава Украине! Ребята, по-моему, до европейских лидеров, до одного за одним начинает доходить, что такое из себя представляет Путин и его сумасшедшая Россия. Значит, сначала это был Шольц, он как-то, вы же помните, он и туда, и вашим, и нашим пытался, то же самое Штайнмайер, и вашим, и нашим, но потом он просто понимает, что со стороны Москвы просто нет собеседника, там просто сидит... Там сидит нечто, которое даже нельзя человеком назвать. Ту же самую позицию, собственно говоря, сейчас занял итальянский премьер-министр Марио Драги, который вот в интервью порталу итальянскому уже «Карьера де ла сера» сказал, что с Путиным нет смысла разговаривать. Вот прямая речь. Просто послушайте, что говорит человек, который, в принципе, с ним ни разу и ни два беседовал, и который ни разу и ни два поддерживал Макрона в разговорах вот этих вот бесконечных уговариваниях Путина, которые, на самом деле, вы же прекрасно понимаете, абсолютно бесполезны. Итак, прямая речь Марио Драги. «Я начинаю думать, что правы те, кто говорит, что с ним бесполезно договаривать. Это просто пустая трата времени. Я всегда защищал Макрона и продолжаю утверждать, что, как президент страны ЕС, он прав, пытаясь использовать все возможные пути диалога. Но у меня сложилось впечатление, что ужас войны, с ее резней, с тем, что они сделались женщинами и детьми, совершенно не зависит от слов и телефонных звонков, которые делаются». Конец цитаты, премьер-министр Италии. То есть, действительно, смотрите. И если учесть еще к этому замечание Жозеппо Борреля о том, что дальнейшие разговоры с Россией бесполезны и что спор с Россией можно выиграть только на поле боя, то становится, в общем-то, понятным и очевидным, почему в Европе происходит вот эта трансформация сознания. До конца до них доходит, что мы просто имеем дело с очередным Адольфом Алоизовичем, который представляет из себя просто свихнувшееся какое-то чудовище, опасное для всех вокруг, и с которым разговаривать можно только через прицел. По-другому, увы и ах, к сожалению, никак, потому что по-другому оно не понимает. И, как говорится, лучше позже, чем никогда. Хотя, если бы итальянцы те же самые или французы или другие немцы, например, до них бы доперло, когда лидеров Европы, а они действительно лидеры Европы, это самые большие экономики, что до них бы доперло, как до Великобритании, что с Путиным разговаривать не о чем и незачем, то, возможно, вот эта вот вся история с нефтью российской, газом, который они навязали всему миру, в частности Европе, была бы закончена вся эта эпопея гораздо раньше. И Путину бы эту трубу засунули взад, и он бы потреблял свою нефть исключительно самостоятельно. Это все равно будет. Это все равно произойдет. Сейчас готовится шестой пакет санкций, за ним сразу седьмой пакет санкций. Все равно, как говорится, степ-бай-степ, эта нефтяная труба, она будет закупорена, и никто у них никакой нефти покупать не будет. А нефть у них это подавляющая часть бюджета. Просто, как говорится, жаль, что это не сделано было раньше. Хотя, с другой стороны, можно сказать, лучше поздно, чем никогда. Слава Украине!